Суд продолжает отношение к постановлению. Рассмотрю в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Айдарова Мирослава Сабармевича, протившегося 5 августа 1960 года в селении Чикова Ирабского района Ирского главания, гражданин Российской Федерации, с высшим образованием, военнообязанного, женатого, имеющего двух несовершеннолетних детей, 1990-1994 год рождения, временно отстраненного от должности начальника ОМД и праведливого района Ирского главания, проживающего в Ирсо-Алане, город Владикавказ, улица Весенний, 19, квартира 8, ранее несудимого, обвиняемого в совершении преступления безусмотренного частью 2-й части 3-й 293 в статье УК РФ. Муртазова Таймураза Геича Геевича, родившегося 7 ноября 1962 года рождения, в селении Заманку, Ирсо-Алане, гражданин Российской Федерации, с высшим образованием, военнообязанного, женатого, имеющего одного несовершеннолетнего и одного малолетнего ребенка, 1992-1994 годов рождения, временно отстраненного от должности заместитель начальника ОВД, начальника милиции общественной безопасности ОВД правомедливого района Ирсо-Алане, проживающего в Ирсо-Алане, город Весенний, улица Сикова, 52, квартира 47, ранее несудимого, обвиняемого в совершении преступления безусмотренного частью 2-й, статьи 293 УК РФ, Дряева Курама Георгиевича, родившегося 23 апреля 1959 года, в селении Арчасани, республики Грузия, гражданин Российской Федерации, с высшим образованием, военнообязанного, женатого, имеющего одного несовершеннолетнего ребенка, 1991 года рождения, пенсионера, проживающего в Ирсо-Алане, город Весенний, улица Чапаева, 6, ранее несудимого, обвиняемого в совершении преступления безусмотренного частью 2-й и частью 3-й статьи 293 УК РФ, установил, что Айдаров Муртазов-Дряев обвиняется в совершении преступления безусмотренного частью 2-й и частью 3-й статьи 293 УК РФ, в халатности, то есть в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей, в следствии недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшими по неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью и смерти двух или более лиц. В судебном заседании подсудимые Айдаров Муртазов-Дряев заявили ходатайство с просьбой применить в отношении них амнистию, принятую постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ, номер 3498-4 ГД от 22 сентября 2006 года об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших преступления в период проведения контр-российской операции на территориях субъектов РФ, находящихся в пределах Южного Федерального округа, и прекратить настоящее уголовное дело. Государственные обвинители Лазицкий и Рамонов поддержали ходатайство подсудимых и просили применить в отношении них указанный акт об амнистии. Потерпевшие Торченова, Гутнова, Назаров, Баликоев, Есиев, Гадьева, Седакова, Дудиньева, Кочешлиев, Бзарова, представители потерпевших Тагаева и Кесаева возражали против удовлетворения ходатайства подсудимых, так как они не признали свою вину и в инкриминируемом преступлении, и их вина в суде еще не установлена. Выслушав подсудимых, государственных обвинителей, потерпевших, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об основанности ходатайств подсудимых Айдара Амуртазова-Дряева о применении в отношении них амнистии и прекращении уголовного дела. Из обвинительного заключения по уголовному делу усматривается, что каждому из подсудимых предъявлено обвинение по части 2 и 3 ст. 293 УК РФ в халатности, то есть в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, вследствие недобросовестного и небрежного отношения к судьбе, повреченне по неосторожности, крупный ущерб, причинение тяжкого вреда здоровью, смех двух и более лиц. Халатность выразилась в том, что, занимая руководящие должности в правовлежном руководителе Персо-Алани в течение периода со 2 августа по 1 сентября 2004 года Айдаров и Мухтазов, а 6 августа по 1 сентября 2004 года Тряев, имея необходимый опыт работы на руководящих должностях МВД Персо-Алани, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, но без достаточных к тому основанию, самонадеянно рассчитывая на предотвращение этих последствий, каждый из них надлежащим образом не принял меры и не в полном объеме организовал и проконтролировал, а соответственно не обеспечил исполнение требований федеральных законов РФ о милиции и об оборуде с терроризмом, а также полученных и метилитой программ за номером 45, 11 дробь 1199, 1751, 1802, 1821, 1825 приказов Министра внутренних дел в Са-Алани за номером 447 и 490, указывающих на сложившуюся в Республике Северной Осетии Аланья повышенную реальную террористическую угрозу, обязывающих проведение мероприятий по предотвращению совершения террористических актов и своевременному пресечению деятельности террористических групп на территории Республики Северной Осетии Аланья. Согласно постановлению Государственной Думы Федеральной Союзной Федерации за номером 3498-4 ГД от 22 сентября 2006 года об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших преступления в период проведения фронтов российских операций на территориях субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Южного Федерального оборудования, вступившим в силу 23 сентября 2006 года, уголовные дела, находящиеся в производстве органов дознаний, органов предварительного следствия и судов в отношении военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, лиц, гражданского персонала вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, совершивших преступления в период проведения контр-трансистических операций на территориях субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Южного Федерального оборудования, должны быть прекращены. Постановление в Государственном Думе Федерального Собрания Российской Федерации за номером 35.00, четко, 4 ГД, от 22 сентября 2006 года, о порядке применения постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших преступления в период проведения контр-трансистических операций на территориях субъекта Российской Федерации, находящихся в пределах Южного Федерального оборудования, определено, что под действием амнистии, наряду с другими лицами подпадают сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, совершившие преступления на территории Республики Северная Сеть Аланья в период с 15 декабря 1999 года до дня вступления в силу постановления амнистии. При этом под контр-трансистической операцией понимается комплекс специальных оперативно-поевых войсковых иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта, проводимых на указанных территориях субъектов Российской Федерации. Подсудимым Айдаром Муртазову Триаль предъявлено обвинение как сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, совершившим преступления на территории Республики Северной Сети Аланья в период проведения контр-турористических операций. Следовательно, на них распространяется действие указанного акта об амнистии. В соответствии с пунктом 3 части 1 ст. 27 УК РФ уголовное преследование в отношении обвиняемых, подлежит прекращению следствий акта об амнистии. Согласно части 4 ст. 24 УК РФ, в случае прекращения уголовного преследования в отношении всех обвиняемых, уголовное дело подлежит прекращению. Если обстоятельства, указанные в пункте 3 части 1 ст. 27 УК РФ, то есть акт об амнистии, будет установлен во время судебного разбирательства, суд в соответствии с пунктом 1 ст. 254 УК РФ, прекращает уголовное преследование и уголовное дело в судебном заседании. Доводы потерпевших о невозможности применения амнистии к подсудимым в случае непризнания ими вины по преданным обвинениям не могут быть приняты судом, так как признание ими не предусмотрено законом как условие применения акта об амнистии. В соответствии с частью 4 ст. 24 и частями 1 и 2 ст. 27 УК РФ, прекращение уголовного преследования и уголовного дела в следствии акта об амнистии не допускается только, если обвиняемые против этого возражают. Согласие с прекращением уголовного дела в связи с актом об амнистии обвиняемые Айдаров, Муртазов и Дряев выразили в своих ходатайствах. Меры пресечения в отношении подсудимых Айдарова, Муртазова, Дряева в виде подписки о невыезде на длежащем поведении по вступлению в постановление в законную силу подлежит отмене. В соответствии с пунктом 5, частью 3 ст. 81 УК РФ, все вещественные доказательства, приобщенные к уголовному делу, подлежат хранению при нем. На основании изложенного и руководствуясь ст. 254 УК РФ, суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Айдарова Мирослава Сафарбевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 293 УК РФ и частью 3 ст. 293 УК РФ. Муртазова, Даймур Азабевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 293 УК РФ и частью 3 ст. 293 УК РФ. Дряева Гурама Георгиевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 293 УК РФ И частью 3 статьи 293 УК РФ по части 4 статьи 24 и пункту 3 части 1 статьи 27 УК РФ вследствие акта об амнистии, принятого постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ за номером 3498-4 ГД от 22 сентября 2006 года. Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших преступления в период проведения контраклистических операций на территориях субъектов РФ, находящихся в пределах Нижнего Федерального РФ. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимых Айдарова, Мультазова, Дряева по вступлению в постановление законной силы отменить. Все вещественные доказательства оставить при уголовном деле в течение всего срока его хранения. Копию настоящее постановление направят подсудимым Айдарова, Мультазова, Дряеву, потерпевшему по уголовному делу и заместителю Генерального прокурора Российской Федерации. Настоящее постановление может быть обжалован в Верховном Сударе Суалане в течение 10 суток со дня его понесения. Председательствующий Бессова.